Дорогие друзья, я знаете о чем подумал? Вижу по просмотрам и по тенденциям выдаваемых блюд, что, конечно, вы с огромным удовольствием смотрите какие-то такие простые блюда, домашние, всем известные, но с небольшой изюминкой или с какими-то моими лайфхаками, пояснениями. Но сегодня азу. Азу. Всем известное такое российское блюдо. Я бы даже назвал его больше советским. Азу по-татарски. Типа картошечка, мяско, огурчики и вроде как и все. Ну, то есть оно появилось в советское время. Это блюдо. Возможно, что кто-то один из величайших поваров Татарстана. В каждой республике нашего огромного государства есть реально крутые люди. И тут без сомнения вообще и в Татарстане есть. Я даже, можно сказать, почетный член гильдии шеф-поваров Татарстана. Ну, вообще так-то. В общем, я к чему? Азу я делаю по-своему. И сейчас в процессе буду рассказывать, объясню, на что я обращаю внимание и почему именно так делаю я. Я сразу скажу, это не рецепт из ГОСТа. Это обычный, понятный рецепт блюда. Я и борщ по-своему варю и так далее. Ходил, бродил по магазину. Значит, смотрел, 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 смотрел. Не люблю я мякоть задней ноги. В итоге взял кореечко. Да, не кореечко, это называется антрикотная часть. Ну, короче, спина. Вот, поэтому буду готовить из антрикотной части. Можно из нее и стейк замутить. У меня есть на канале как раз рецептик стейка. Потому что мясной отдел у меня прямо в моем доме здесь находится. И я, значит, там покупал вот эту же антрикотную часть в прошлый раз, когда снимал рецепт. Значит, смотрите. Косточку. Косточка у нас не всегда попадается в магазине. Ну, а если вдруг вам попалась вот такая вот антрикотная часть. Здесь посмотрите, где она расходится. Можно немножко ее уменьшить в объемах. Если нет, попросите разрубить косточку. Обычно азу при приготовлении заливается водой. Ну, все верно. Только я хочу залить ее не водой, а бульоном. Сварить бульон из косточки. Но прежде чем его сварить, конечно же, я должен использовать воду. Значит, у меня есть вот такой фильтр Аквафор, который вы уже наверняка видели. Но, повторю еще раз. Штука занятная. Я уже перестал пользоваться вот тем вот фильтром, который стоит внизу. Потому что он такого же уровня. То есть он серьезным образом фильтрует воду. Вот этого сменного картриджа хватает на 500 литров. Здесь есть вот такой блок, скажем, с батареей. И который позволяет нагнетать давление для того, чтобы через столь, так скажем, плотный, профессиональный и мощный фильтр вода просачивалась. Это вам не просто через ситечко пролил там и так далее. Поэтому у меня всегда фильтрована вода, которую я использую, ну уже, так сказать, по... Я уже развил привычку, говорят, если 21 день пользоваться чем-то, то ты приобретаешь привычку. Я ставлю косточку вариться. Мне нужен там, мне не нужно там часа или еще что-нибудь. Вот пока занимаюсь заготовками, за это время уже там что-то подварится и даст нам какой-то результат. Так, соль обязательно, ну, в бульончик. Смотрите, я, конечно же, люблю лавровый лист. Помимо всего прочего, у меня лавровый лист. Скоро поеду на юг и, наконец-таки, привезу себе нормального лаврового листа. Друзья, скучаю я по лавровому листу из Сочи, Геленджика. Значит, оставлю себе парочку для самого блюда. Мясо, которое, скажем, у меня появилось от отрезания. Значит, есть пленочки, есть часть мякоть, здесь есть, скажем, какие-то разные мышцы и так далее. Я все это люблю, все это для меня съедобно, я поэтому все это ем. Вы можете обрезать все эти шкурки и зачистить его до самого не хочу. Единственное, что вот здесь вот есть такая жилка, которая не разваривается, с которой вообще ничего не происходит. Вот я ее вот здесь местами в самом начале обрезаю, а все остальное оставляю. Пусть азу будет вкусным. Все, теперь нужно мясо нарезать. Значит, режем его, как бог на душу положил. Я почему так говорю? Потому что принято его резать некими, такими, знаете, как на бифстроганов. Я же считаю, что нужно резать так, чтобы было удобно есть. А вот эти вот продолговатые фитюлечки, ну, мне лично есть не так удобно. Поэтому я кубиками, можно кубиками, а? Не будете на меня сильно ругаться. Небольшими кубиками, вот такими вот кубиками, вот такими вот кубиками. Картошечку я нарезал кубиком помельче, для того, чтобы она быстрее готовилась. Для азу я беру всегда сковородочку такую поглубже. Алюминиевую, как правило, не стальную. Ну и, соответственно, поосновательные. Я вот такие сковородки называю поосновательные, потому что тонкие вот эти гламурные все гламурно-фильдеперсовые сковородки, они, конечно, совершенно для другого, не для тушения. Да, здесь процесс тушения. Поэтому берем хорошую основательную мягкую сковородку. Разогреваю ее. Немножко масла. 3-4 столовые ложки. Здесь в зависимости от ваших потребностей, учтите, что будет много масла, потом это масло будет плавать у вас картофан, и все это вместе будет вот под таким слоем масла плавать. Всегда регулируйте количество масла. Сразу же, как только разогрелось масло, сюда отправляем говядину. Делаем, как всегда. Выкладываем мясо и не трогаем его пару минут, потому что... А, у меня еще огонь не на полный. На полный огонь и не трогаем, оно поджариться должно. Значит, огурцы. Огурцы соленые, бочковые. Другие я не рекомендую, ну, потому что с бочковыми вкуснее. С кубиками. Я их не вывариваю, не вымачиваю, не выжариваю, не... Но нужно хрустящие, чтобы были. Я их очистил от кожуры. И все, они у меня в таком виде. Томат. Эх, кромка засалила чуть-чуть, надо подводить нож. Томат на терке. Томат, говорят, огурчик обратно. Все, как мы делаем гаспачо. Кстати, вы гаспачо в этом году уже сделали, по моему, рецепту? Поищите, у меня же есть. Все, шкурки выкидываем, остальное пойдет сейчас у нас в дело. Помидорки уже можно позволить себе повкуснее. Повкуснее Узбекистан, в Москву, во всяком случае, везет шикарные томаты. Бакинские почему-то, те самые легендарные, которые всегда славились, вышли в тираж. То ли их не делают, то ли почему. Последний раз я на рынке был у своих азербайджанцев. Они мне говорят, вот бакинские, мол, томаты пришли. Я говорю, дай попробовать, брат. Он мне говорит, тебе не дам попробовать. Будешь ругаться. Ну и, говорит, партия пришла, мы ее сейчас допродаем, больше не покупаем. От прижаренного мяса появился аромат вот этот вкусный. Соответственно, сюда сразу же мы уже, так сказать, корочку получили. Можно на остальном не заморачиваться. Отправляем лук. Лук высыпаем. Картошечку высыпаем. Лаврушку добавляем. Огурцы чуть позже. Ну, в общем, процесс обжарки идет. Ну, только помешивать, не забывайте. Получилось примерно где-то на 4 порции минимум. Потому что еще там бульон появится. И вот эти все допингредиенты. Значит, пока жарится, не забываем, что для меня, как для русского человека, никакой азу по-татарски невозможно без чеснока. Кстати, если кто-то из моих коллег из Татарстана смотрит меня, если вдруг вы знаете там человека, повара, который придумал это блюдо в советское время, ну, черканите в комментах, мне интересно. Потому что то, что пишут в интернете, но, знаете, мы же всегда фильтруем, понимаем адекватная и неадекватная история. Ну, какая-то такая мутная там ситуация. Мне, конечно, охота была бы из первых уст. Может, остался внук человека, который придумал это блюдо. Или внучка, или племянник. Напишите. Потому что, кстати, когда вы пишете комментарии, знаете, что происходит во Вселенной? Я про адекватные, правильные, классные комментарии. Другие люди, которые смотрят мой канал и читают комменты, учатся. Мы все друг у друга учимся. Вот это вот гениально. Сюда огурцы и томат. Вы сейчас скажете, огурцы, молочно-кислое брожение, томат сам по себе кислый. Это все будет мешать картошке вариться. Да, пусть мешает. Хоть раз-то. А вот вы пишите мне о том, что в щах картошка не сварится, потому что вы там кислоту добавили. Вы хоть сами, хоть один раз пробовали эксперименты проводить? Мясу нужно долго готовиться. А так как и картошка, и мясо в одной кастрюле, то огурец и помидор своей кислотой удерживают картошку от разваривания. Соответственно, находясь мясо и картошка в одной кастрюльке, провариваются все долго до мягкости мяса и мягкости картошки. То есть кислота позволяет на первом этапе картошки не развариться, превратиться в кашу, пока мясо доготовится, а удержать ее, так сказать, вот в этом промежутке. И в финале это блюдо, вы же сами знаете, и готовили наверняка. Получается ведь вкусно, правильно? Ну вот, запахло, огурец дал свой аромат. Значит, томат здесь уже почти у меня весь выпарился. Концентрирую томатные соки. То есть вот те два маленьких томата, которые у меня были, в общем-то, перетерты с жидкостью, да, жидкость практически исчезла. И когда жидкость полностью исчезает, вот продолжая жарить, мы как бы усиливаем, делаем. Солите в процессе, потом попробуйте. Значит, и черный перчик обязательно. Свежемолотый желательно. Блюдо простое. Теперь все перемешать. Все жидкости выпарились. Пахнет уже так, что можно и не готовить дальше. Ломаем зубы, качаем мышцы, но жуем. Жестко оно вкусно. Все, теперь заливаю. Вот еще какой главный ингредиент. Третий раз его тут в подготовке пытался все забыть и так далее. Рассол. Огуречный рассол. Огуречный рассол у меня в кружке где-то вот так. Огурцы были в вакуумном пакете. Я его вскрыл, огурцы достал. И оставил, ну, слил оттуда огуречный рассол. Такое кислое, такое молочно-кислое брожение. Я его выливаю сюда. Но его немного. И бульончик, и бульончик. Мы, конечно же, сюда. Бульончик я, значит, вылил. Часть бульончика у нас в процессе выпарится. Но наливать нужно так, как вы привыкли. Кто-то превращает азу по-татарски в борщ. Ну, я образно сейчас. Нужно воды налить столько, чтобы... Вот вода только-только покрывала всю нашу субстанцию. Чтобы она покрывала только-только-только, чтобы картошечка и мяско торчали оттуда. Мясо сейчас еще даст свой сок. Все, крышечкой я накрываю. У меня крышечка не подходит. Не смог найти по этому самому, по периметру. Вернее, от этой сковородки куда-то пропало. Нашел поменьше. Ну, мы же в рамках дома всегда используем только то, что под рукой. Все. Значит, я, правда, забыл. Нужно было еще три кусочка чили сюда отправить для остроты. Но это на любителя. Опа. Тушим до готовности мясо. Не картошки, а мясо. Я вот всегда размышлял, думаю, картошка, мясо, рассол. Ну, в моем случае с бульоном и там все, по сути. Чуть-чуть томата, соль и перца. Это же простейшее блюдо, которое кто-то придумал. И оно вошло в... Не знаю, как это говорят. В аналы истории, да? То есть, оно стало народным достоянием целой страны. Респект и уважуха. Значит, вот что получается. Получается, что часть жидкости, которая была там, выпарилась. Образовалось такое небольшое количество соуса. Все вкусы концентрировались. Мясо, я надеюсь, что приготовилось. Я его пробовал несколько минут назад. Оно уже было мягкое, поэтому я за это время уже кусочек масла подготовил. Обязательно сюда. Значит, стебли укропа. Несмотря на то, что вы их выкидываете и они жесткие, вот здесь они великолепно подойдут. Значит, остатки укропа, листиков я нарезаю, закидываю сюда. Масло тает, тает, тает. Значит, обязательно зубчик чеснока, вернее, тут у меня было три маленьких. Три маленьких. И все это аккуратно соскребаем. Перемешиваем. То есть, жарить не надо. Чеснок, который здесь оказался, он должен всего лишь привариться. Чуть-чуть сливочное масло. И все это, конечно, совершенно простой, вкусный, понятный аромат, который может позволить приготовить себе любая семья. В российской культуре, в русской культуре активно использовались огурцы соленые для приготовления различных блюд. Тому пример категория блюд колья, да, который называли, который является прародителем всех рассольников. Рассольник, да, вы знаете, на огурцах. Русский человек без огурца как? Вот так вот, знаете, по-бедняцки без огурца. А с огурцом все по-царски. Я, конечно, выдержал азу в таком виде, чтобы жижки было очень мало, но она зато концентрировалась и стала в разы вкуснее, чем в том случае, если ее много. Томатную пасту не добавляли, поэтому ярко-красного цвета я не ждал и не пытался его создавать. Главное, что зеленый лучок, колечками нарезанный, обязательно должен быть. Значит, кто-то добавляет перед подачей сметану, кто-то не добавляет сметану, кто-то ест с майонезом. А кто-то понимает, что, чтобы вы не добавляли в это блюдо, азу, то бишь мясо, картошка, соленый огурец, томатная вкусовая приправка, чеснок и зелень, делают из этого блюда шедевральный домашний продукт, который можно поставить и на стол, на праздничный, и на ужин мужу любимому проглотил слюну и детям, которые пришли с учебы. Ах, какой аромат! Попробуйте мне только сказать, что в кислоте картошка не разваривается. Куда она не разваривается, умники, ругаться буду. Остро, правда, получилось. Вот эти три колечка малыша сделают эффект вам и на входе, и на выходе. Но нечему удивляться мне, потому что это вкусно. Мы сейчас все это сметем в секунду. Понятная и классная еда. Приятного аппетита, дорогие друзья. Обязательно сделайте такое блюдо. Главное, вкладывайте туда частичку своей души, и тогда оно будет в сто раз вкуснее. Пока!